так друзья тест наш продолжается значит перекинули машину извиняюсь перекинули колеса с левой машины на правую с правой машины на левую поменялись мы резиной и будем сейчас тестировать дальше значит у него резина мишлен теперь стоит сняли мать мишлен ну а я буду ездить на кардианте так у него на тягаче стоит мишлен также мишлен мишлен у меня гудрич гудрич на передней оси у него стоит мишлен у меня гудрич как-то так начинается второй заезд второй заезд и будем смотреть что у нас выйдет на выходе поехали ну и так друзья продолжаем съемку значит вот сейчас мы поедем делать новый тест переобули мы перекинули с места на место резину посмотрим какой расход будет у меня на гудрич и кардианте и какой будет расход у юрца на мишлене что заводимся скидываем все настройки на 0 и и что и поедем принципе включен подогрев топлива как всегда значится ребятки берем скидываем и все настройки давайте посмотрим еще раз показания 32 и 2 дела так же первыми поедем ну да сейчас едем сейчас я это все дело за протоколирую так скидываем все поехали мы на мосту Да, да, видим. Сейчас нагонят. Нагонят. Ну это прогревочный, мы его не считаем. Первый прогревочный круг. А что, Гудричи? 35,100. 35,1 у нас. 35,1? Да. Итак, идем смотреть теперь на Мишлене, что получилось. Гудрич. Я вам показал, что будет на Мишлене. Показатели Мишлена. 33,3. Нет, на самом деле надо будет снимать. Короче, ребятки, это был первый прогревочный круг. Скидываем все это дело и едем тестировать уже на прогреве. Хороший застрял. На прогретой резине, на прогретой... Поехали! Так, мы все скинули вот по нулям. Едем. Зачерный круг делать. Зачет. Зачетный круг, едем на платную дорогу до Клина и обратно. И так, значит, приехали мы на место. Смотрим расход. 33,1. Вот, сверху, сверху, да. 33,1 на 100 километров. Это на Гудриче. Пойдем смотреть, что на Мишлене. Ну, что там у вас на Мишлене-то? Сладенько, 31,8. 31,8? Ну, а у меня 33,1. Так, идем дальше. 33,1. Так, пробег какой? Удачно подъехали. Бэк Гудрич, второй. Труб сказал, что лучше расходить. 34,2. Идем смотреть, что на Мишлене. В реале. Ну, что, как, доволен Мишленом? Я рад. Лучше, чем Гудрич. Я удивлен и доволен. Я не можешь сказать. Не, мне понравилось. Просто шумно. Шумно. Вот этот, видишь, когда, то разметка. Разметка. То есть, ты ее чувствуешь вот так вот отстирать. Блядь, на этой заехал, я вам говорю, я ее ни хера не чувствую. Специально наезжаем на разметку, едем спокойно. Ну и расход, расход, друзья. 4 литра почти. 4 литра. Сейчас подсчитаем. Там ты не скидывал? Нет. Смотри, давай. Посмотрю, что там. А у тебя сколько получилось? 33, что? 33,1. Ну, разница. А, в смысле, в километрах? Ну, в первом весе не херем. 35,32 литра. А у нас 4. О. 31,8 получается. Не 32, грубо говоря. Как-то так, друзья. 95,8 проехали. А я не посмотрел, сколько я проехал. Сейчас пойду гляну. Просто время дня тоже будет, ну, влиять будет. Погода там, температура. То есть, получается, что у нас. 32,2, 35,7, дели на 2. 32,2 плюс 35,7, дели на 2. 33,95. Это средний расход получается, да? Да. Двух машин. Вот, считаешь, это одна машина. Ну, я понял. И вечером. 31,8 и 33,1. 32,45. То есть, у нас полтора литра гуляет между утренними и вечерними заездами. Теперь смотрим по Мишлену. 32,2, 31,8. Ну, 32 литра, грубо говоря. В принципе, одинаково там 400 грамм. Ну, 32,32 литра, да. В средний будет. 31,8. Теперь 35,7. Плюс 33,1. 92. 34,4. Ну, 2,4 метра. Так, вот так. Итак, друзья, на Брид, на Гудиере, значит... Надо загнишить и все. На Гудиере, значит, пробег 96,6. Друзья, на Гудиере 96,6. На Мишлене 95,8. Получается, 2,800 метров разница. На 800 метров. Как так? Это в пробеге 100 километров. Вот, за 96 километров разница на 800 метров. В общем, ребятки, тест завтра продолжается. Тест завтра продолжается. Сейчас Камазила, которая на Мишлене, он так и останется на Мишлене. Вторую Камазилу будут перебывать на Каму. Завтра будем тестировать Каму, сравнивать с Мишленом. Ну, завтра мы так же начнем. И завтра будем подводить итоги двух дней. И все будет остальное завтра. Все будут итоги, подытоги, расходы. Сейчас мы посмотрим, подсчитаем все это дело. И посмотрим на Каму. Вот сейчас Кама лежит, готовится к переобувке. Посмотрим, как покажет Кама себя. Завтра зарекомендует. Ну, и скажем вам завтра, что стоит обувать и на чем ездить. На чем выгоднее, экономичнее и комфортнее. Как-то так. Ладно, ребятки, заканчиваю видео, свой видеоролик. Все итоги будут завтра. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всего доброго.